Социальные выплаты северянам увеличатся. Это в том числе пособие для многодетных семей и жилищно-коммунальные льготы. А анализ бюджета прошлого года, проведенный контрольно-счетной палатой, показал позитивные изменения. На 29% увеличились доходы областного бюджета. Если сравнивать, к примеру, еще 5 лет назад, 2013 год, доходы областного бюджета в два раза увеличились. Нам основной добавок дал 2019 год. И, конечно, все эти дополнительные доходы пошли на дополнительное финансирование всей бюджетной сферы. Я просто для примера приведу несколько цифр. Вот, допустим, финансирование здравоохранения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства увеличилось по сравнению с предыдущим годом в полтора раза. Это существенно. Несмотря на то, что сфера медицины в области постоянно развивается, лечение с применением высоких технологий жители региона чаще проходят в других городах, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Получается, что средства из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования не остаются в Заполярье. Депутаты обеспокоены проблемой, но, к сожалению, быстро ее не решить. Есть те высокотехнологичные операции, которые мы пока у себя еще сделать не можем, особенно в части онкологии. Насытив оборудованием сегодня, но еще не до конца, конечно, нам все-таки не удалось укомплектоваться кадрами в здравоохранении. Поэтому эту работу мы будем продолжать. И хорошо, что сегодня мы под другим немножко ракурсом будем привлекать своих молодых специалистов и тех, кто хочет приехать в Мурманскую область. Следующее заседание областной думы запланировано на 30 июня. Во время него глава региона Андрей Чибис выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства за 2019 год. Лада Егорова, Сергей Расюк, ТВ21+.